Исторические сведения о монастыре святой Георгии очень скудны. Большая часть – это народные предания. Согласно преданию, на этом самом месте существовал древний монастырь, который был разрушен турками. Холм, на котором находился монастырь, обрастал кустами и деревьями. Вокруг были поля турков. В центре холма, под корнями деревьев, лежала чудотворная икона святого Георгия. В 1850 году святой Георгий три раза являлся во сне одному местному христианину – Атанасу Лазарову. После третьего сна старец наконец-то пошел на холм и откопал икону, которая пролежала в земле около двухсот лет целой и невредимой. Турок, владеющий полями и холмом, после нахождения святой иконы отдал холм болгарам, где те и построили маленькую церквушечку. Потом они получили от султана разрешение на строительство храма, но без окон. В 1864 году храм был построен. В начале 20 века с освобождением от турецкого рабства в храме были сделаны окна. С 1945 по 1996 год были построены все монастырские помещения. 29 июля 1979 года в церкви вспыхнул пожар, и все сгорело – и иконостас, и все иконы. Икона святого Георгия чудом уцелела, ее спас в последний момент от пожара один монах. За восемь месяцев церковь была полностью восстановлена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Был сделан новый деревянный резной иконостас поразительной красоты, и нарисованы иконы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диаметр этой чинары 6 метр 20 сантиметров. Высоту измерить я не могу, но думаю, что где-то метров 30-40 она точно есть. И если этот монастырь построен в 1864 году, то минимум почти 200 лет. Но может быть она росла и до того, никто не знает на сколько лет она... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok